Музыка Здравствуйте! В каждом виде автоспорта существует соревнование, которое не имеет статуса, например, чемпионата мира, стоит обособленно от других гонок, но при этом пользуется заслуженным уважением и популярностью среди спортсменов. И в трофи-рейдах такой гонкой является Rainforest Challenge. Впервые этап этой серии прошел у нас в России. Rainforest Challenge – одна из самых тяжелых внедорожных гонок. Первые соревнования прошли в Малайзии 15 лет назад. И с тех пор правительство страны оказывает всестороннюю поддержку. Формат этого мероприятия уникален. Небольшие динамичные спецучастки с ограничением прохождения по времени. Здесь имеют значение все составляющие. И мастерство пилота, и мощность двигателя, скорость сматывания лебедки и высокая прочность снедорожника. Отборочные этапы проходят в Италии, Китае, Вьетнаме, Тунисе, Австралии. А финал – в конце года в Малайзии. За всю историю в соревнованиях принимали участие представители многих стран со всех континентов. И что особенно приятно, в 2012 году победу в абсолютном зачете одержал российский экипаж. Именно российские трофисты стали инициаторами проведения первого в истории Rainforest Challenge в Московской области. Два года назад я первый раз попал в Малайзию, проехал всю гонку Rainforest Challenge. В прошлом году тоже самое проехал всю гонку Rainforest Challenge. И понял, что это очень хороший, интересный формат, который надо привозить в Россию. Очень красивый, интересный вид спорта, который, к сожалению, недоступен зрителям, недоступен прессе. В силу своей удаленности, специфики передвижения. Потому что доехать туда, куда доезжают спортсмены, в общем-то, может только на вертолете, самолете или как минимум на такой же машине. Поэтому появилась мысль, если не может гора прийти, то надо, соответственно, дойти до нее. Россия – самая большая страна с очень суровыми погодными условиями, вне зависимости от сезона. Здесь есть четыре времени года, в каждой из которых можно проводить внедорожные соревнования с тяжелыми испытаниями для экипажей. И, конечно, победа российских спортсменов в прошлом году многое мне показала. Господин Льюис дал нам возможность в течение трех лет пользоваться под маркой «Райн Форест», проводить соревнования в странах СНГ и России, соответственно. Организаторы максимально сохранили формат и идею соревнования, немного адаптировав его под наши природные и погодные условия. Сначала говорили об участии порядка ста экипажей, но на старт вышел только 21. И здесь может быть несколько объяснений. Новый, непривычный формат, измененные правила. Многие потенциальные участники приехали просто посмотреть, чтобы понять, подходит ли это для них. Среди решивших принять малайзийский вызов на российской земле и те, кто делает первые шаги в автоспорте и гранды – многократные чемпионы России по трофи-рейдам. Победителей ждал главный приз – сертификат на бесплатное участие в «Райн Форест Челлендж», который пройдет с 30 ноября по 9 декабря 2013 года в Малайзии. Этот сертификат освобождает от уплаты стартового взноса, который составляет 2500 евро за боевую машину и столько же за машину сопровождения. При общей стоимости участия порядка 20-25 тысяч – это существенная сумма. Правила «Райн Форест Челлендж» просты, но необычны для российских трофи-рейдов. Норматив прохождения каждого спецучастка – 15 минут и 15-минутный переезд между ними. На соревнованиях применяется сложная система начисления очков. Тот, кто показал лучший результат на спецучастке, получает 100 очков. За второе время – 95. И так далее по убывающей. Потом из этого количества вычитают штрафные баллы. Например, штраф за отсутствие перчаток для работы с лебедочным тросом или ли бежение за деревья без скорозащиты – составляет 10 очков. И так за каждый участок побеждает тот, кто в сумме наберет максимальное количество баллов. Все экипажи разделены на три зачетные категории. «Лайт» – это серийные внедорожные легковые полноприводные автомобили с минимальными переделками и только одной лебедкой – электрической или гидравлической. «Медиум» – это тоже серийные автомобили, но уже более подготовленные. У них может быть несколько лебедок и немного усиленные шасси и кузов. А вот третий зачет – «Харт» – это действительно полноприводные трофи-монстры свободной конструкции. И если в зачет навороченных автомобилей заявилось всего два экипажа, то в других участники собирались бороться и с соперниками, и с трассой, и даже с собой. Если в других дисциплинах автоспорта восторгаешься скоростными характеристиками автомобиля, и пилотажным мастерством гонщика, то в трофи-рейдах вызывает восхищение мужества, силу духа и небоязнь упасть в грязь лицом в прямом смысле этого слова. Трасса российского этапа состояла из 15 спецучастков, 10 из которых нужно было пройти в первый день, 5 во второй. Сами спецучастки короткие, насыщенные и динамичные. По мнению участников, они соответствуют уровню чемпионата России по трофи-рейдам. Протяженность может быть и 200 метров, но пройти их не так уж и просто. Когда составляли трассу, рассчитывали, что некоторые отрезки смогут преодолеть и при этом уложиться в норматив только опытные экипажи. Сама же идея спецучастков взята из малазийских этапов. На спецучастке должен быть подъем и спуск, может быть, поперечная канава накопана, может быть, продольная канава. У них это камни и грязь, у нас это снег, лед и грязь, и глина. Спецучастки делятся на три типа, и уже в названии отражена специфика. Один из них называется физическая сила, но рассчитан он не столько на физическую силу, сколько на умение пользоваться хайджеком. Это высокий длинный домкрат, один из главных аксессуаров настоящего джипера. Есть и скоростные спецучастки, на таких при правильной езде не нужно пользоваться веревкой. Третий тип спецучастков – налебежение, или, если применять английскую терминологию, венчевание. На таких отрезках, скорее всего, придется воспользоваться лебедкой. Сохранили организаторы и соотношение между различными типами спецучастков, где основной упор делается на тяжелое бездорожье. Но прежде чем предложить трассу спортсменам, организаторы сами попробовали ее. Я пошел, воткнул, где-то колышки, а после этого Юрий вчера проехал большую часть этих трасс на за рулем автомобиля. И мы реально проверили просто время прохождения. Где-то мы убрали, у нас тут есть изменения трассы, где-то оставили без изменений, и все. В общем, потом была проверка финальная уже, чтобы нормы и трудность спецучастков была научно обоснованной. Да, мы проехали на хорошей машине очень. Но это значит, что теоретически участки проходимые. Участники могут ознакомиться с трассой заранее. На специальном табло есть схема прохождения всех препятствий и название, чтобы понимать, к чему готовятся. А небольшая территория позволяет окинуть взглядом весь маршрут и оценить уровень сложности. В отличие от большинства соревнований, где экипаж стартует по отмашке судьи, здесь в момент старта выбирает сам пилот. После нажатия кнопки «Пуск на секундомере» водитель бежит в машину, обязательно пристегивается и только после этого начинает движение. Здесь нет ориентирования, но без штурмана все равно не обойтись. Прикрепить лебедку, проверить собственными ногами, где сможет проехать машина, а на одном из скоростных спецучастков и подменить пилота за рулем. С ориентированием, да, задач по ориентированию нет, зато заставили штурмана сесть за руль. Обычно это не моя работа, крутить баранку, но сейчас пришлось на одном спецучастке садиться за руль вместо пилота. Пилоту понравилось. Я первый раз в боевом режиме проехал на штурмском месте, я не знаю, как он со мной ездит, очень страшно. Но трасса вся проходимая, нужно просто уметь вовремя сориентироваться и быстро принять иногда единственно правильное решение по выбору маршрута. Главное отличие российского этапа от малазийских и европейских – это, конечно же, снег. Затянувшаяся зима внесла свои коррективы и добавила национального колорита. Например, на этом месте еще два дня назад был толстый слой снега и льда и проезжал спокойно гусеничный трактор. Но уже после второго участника лед не выдержал, провалился, и теперь на этом месте вполне можно утонуть. Что и продемонстрировал всем собравшимся зрителям экипаж номер 119 – Ильи Крутелина и Дмитрия Салова. Участки с подъемами и спусками для некоторых стал не только непреодолимым препятствием, но и финишем на этом соревновании. На третьем хорошо зашли, прошли практически две трети горы своим ходом, и потом уже на лебедке не рассчитали усилия, забыли снять блокировку переднего моста и, соответственно, порвались. Сломанный мост не дал возможности продолжить борьбу. И даже формат соревнования, предполагающий перерыв на ночь и возможность привести технику в порядок, не помог экипажу выйти на старт второго дня. Некоторые участники, посмотрев на мучения предыдущего экипажа, просто отказывались стартовать на данном спецучастке и, соответственно, не получали очки за прохождение этого препятствия. Если же участники решили стартовать, но не смогли финишировать, они зарабатывают поощрительные 20 очков. Если автомобиль совсем завяз, то на помощь приходит местный эвакуатор, гусеничный трактор. Он легко вытягивал машину на почти твердую землю и вполне мог бы стать победителем соревнования. Вне зачета. Финишную отсечку, так же, как и стартовую, делает сам экипаж. Водитель должен выйти из машины и остановить секундомер. Штурман в это время сидит в автомобиле, пристегнутый ремнем безопасности. При этом все оборудование, которое использовалось при прохождении препятствий, собрано. И находится на борту. И, как везде, опытные пилоты уже после финиша раскрывали маленькие хитрости и говорили о спортивной смекалке, которые могут помочь в успешном преодолении всех препятствий. Есть тут немножко, знаете, какая такая хит-составляющая, можно схитрить. Сначала проводится жеребьевка, на основании которой ты должен стартовать на первый спецучасток. Ты его прошел, а уже, в общем-то, посмотрев вокруг, проехав, у тебя есть 15 минут, заявился там, очередь стоит, отъехал куда-то, проехал, посмотрел, где что. И ты можешь эти спецучастки просто пропустить. Взять, допустим, вот 8, горки не брать, 8 взять спецучастков, набрать там очки максимально, а потом поехать туда. Потому что, если ты сломаешься там, ты, соответственно, очков уже на другие не поедешь, более легкие. Вот эта хитрость, которая, в общем-то, наверное, на будущее, мне как-то надо, наверное, все-таки как-то с этим бороться. После 15 участков определились и победители. Три экипажа, которые получают персональное приглашение малазийского организатора на финальный этап. Это Антон Бекнев и Алексей Малышев в зачете «Лайт», Александр Николаев и Дмитрий Калинин в зачете «Медиум» и Владимир Никошин и Павел Ляменков в категории «Харт». Что нашему спорту не хватает? Популярности. Где-то там ездят машины непонятно какие, грязные, а здесь все рядом, все близко, и все, и зрители, и болельщики, и пресса, и сами участники могут друг на друга посмотреть. Мне кажется, здесь зрителям могло бы быть интересно, потому что обычно у нас незрелищное соревнование. Мы уезжаем в лес и возвращаемся вечером грязные. Вот все, что могут видеть зрители. А здесь все-таки видим процесс. Это интересно. Тут, в общем-то, такая смесь трофи, триала. Где-то надо немножечко джип-спринт. Ну, конечно, в общем-то, когда народ собирается, это приятнее, когда на тебя кто-то смотрит, да, можно, в общем-то, и на публику сработать, как бы иногда. Первый опыт проведения Rainforest Challenge в России можно считать успешным. Осенью организаторы планируют повторить подобные соревнования. Короткий и динамичный формат соревнования позволяет показать такую дисциплину, как трофи-рейды, во всей красе. Штурманам и водителям продемонстрировать свое мастерство, а нам, болельщикам, увидеть все это своими глазами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин